Но вначале о том, что столичные школьники сегодня увидели под землей. Им показали строящуюся станцию метро Хадынское поле. Первых пассажиров она примет только через два года, но уже сегодня своими глазами можно было увидеть, как идет сооружение туннелей и наблюдать за процессом вживую. На стройплощадке побывал и Станислав Радикульцев. Только на первый взгляд это обычная стройка, но идет она вниз. Там на 20-метровой глубине строят будущую станцию метро Хадынское поле. Станция третьего пересадочного контура Хадынское поле примет первых пассажиров через два года, в конце 2015-го. А пока здесь ходят только тележки с отработанным грунтом. Но совсем скоро пойдут поезда. Станцию строят открытым способом. Для этого котлована забили 730 свай. Работы идут круглосуточно и проходит прокладка трех из четырех туннелей. В сторону делового центра по левому перегонному тоннелю мы прошли 1150 метров. У нас осталось около 100 метров до станции Хорошевская. По правому перегону 344 метра. И в сторону Петровского-Харкона прошли 560 метров из 1550. Это уже не будущий, а готовый тоннель. Его строит отнюдь нехрупкая дама Юля. Света в конце тоннеля пока не видно, зато видно гигантскую машину. Это тоннель-проходческий комплекс. Длина его 83 метра. Он словно гигантский червяк вгрызается в породу и идет с крейсерской скоростью. Примерно 400 метров в месяц. И хотя эту малышку обслуживает несколько десятков человек, управляют ей из этой кабины. Все здесь показывают, все высвечивают на мониторе. Навигация, камеры оснащены тремя камерами. Те узлы, где работают люди под землей. Ничего не видно, как бы по приборам. Грубо говоря, на самолете. Только самолет парит в воздухе, а этот прорезает по ушей земле. О том, как строится столичная подземка, сегодня рассказывали школьникам. Темпы впечатляют. Так быстро еще не строили нигде в мире. За три года в Москве появится 30 новых станций и 60 километров путей. Станислав Редикульцев, Андрей Назаренко, Илья Баткидышев. Вести.